Приветствую всех на канале Вкусняшки! Сегодня мы с вами приготовим настоящие летние котлеты. Они будут сочные, пышные и очень вкусные. Для приготовления котлет я заготовила фарш, манку, соль, гранулированный чеснок, яйца, лук и конечно же кабачки. Пару слов о фарше. У меня фарш из индейки. Я беру бедро индейки, снимаю кожу, вырезаю косточку и перекручиваю. Здесь 800 грамм фарша из бедра индейки. Почему бедро, а не филе? Потому что более сочный. Видите, здесь есть прожилочки жира и будет более сочный фарш у вас. Можно брать другой фарш. Куриный, говяжий, смесь свинины с говядиной. Что лучше? Летом люблю индейку. По соотношению. Обычно берется как практически один к одному соотношение фарша и кабачков. У меня 800 грамм фарша и 600 грамм кабачков. Кабачки берем молодые. Срезаем верхушку с двух сторон. Попку в верхушку. И чистим от кожуры. Кабачок я натру на такой средней терке. Не на крупной, а на средней. В кабачках очень много жидкости. Поэтому мы слегка кабачки отожмем. Можно особо не усердствовать, но слегка эту всю лишнюю жидкость убрать. Теперь на такой же мелкой терке я натираю лук. Можно взять одну большую луковицу или вот у меня такие две небольшие луковицы. И натираем их на мелкой вот такой терке. Луки тоже достаточно сока. Но луковый сок я не процеживаю. Добавляю сюда натертый лук кабачкам. Добавляем фарш и специи. Чайная ложка паприки. Чайная ложечка кориандра молотого. И такая неполная чайная ложечка гранулированного чеснока. Соль я пока не добавляю. Еще мне понадобится два куриных яйца, которые я взобью венчиком и добавлю к фаршу. Все, переливаем сюда взбитые яйца. И последний ингредиент это манка. Я добавляю 4 столовые ложки манки. Вот теперь все ингредиенты я добавила и перемешиваем. Хорошенечко перемешиваем все вместе. Соль я добавлю уже в самом-самом конце. Потому что если я сейчас добавлю соль, то кабачки еще дополнительно выделят воду. Теперь нам надо подождать минут 15, чтобы набухла манка, впитала вот эту жидкость. Поэтому я накрою тарелку пищевой пленкой и на 15 минут поставлю фарш в холодильник. Достала фарш из холодильника. Вот теперь я его присаливаю. У меня тут чайная ложка соли. И еще раз перемешиваю. Теперь я приступаю к формированию котлеток. Вот и буду их выкладывать на досочку. Я разогрела сковородку с растительным маслом. Делаю средний огонь. Потому что эти котлетки мы будем жарить на среднем огне. И переношу на сковородку котлетки. Я котлеты делаю без панировки. Но можно котлетки запанировать в муке, в сухарях. Периодически переворачивая, я буду обжаривать котлетки с двух сторон где-то минут 10 на среднем огне. Когда котлеты у меня уже хорошо прожарятся с одной и с другой стороны, то есть будет такая корочка хорошая поджаристая, я тогда накрою котлеты крышкой, уменьшу огонь на двоечку, на троечку, и они уже будут тушиться. Вот я проверяю, есть ли корочка. Если есть такая корочка, которая мне подходит, я тогда накрываю крышкой, уменьшаю огонь до троечки, и они уже дотушиваются до готовности. Первая порция котлет готова. Немножко увеличила время, тушила 15 минут. Котлетки готовы. Пышные, видите, красивые такие котлеты получаются. Никакой панировки не нужно. Котлеты готовы. У меня получилось 15 котлет. Как я и говорила, они пышные, сочные, никакой панировки не нужно. Сейчас я одну котлету разрежу и покажу, как она выглядит на разрезе. Вот такая симпатичная, пышная, красивая котлета. Котлеты из кабачков и фарша готовятся быстро, получаются вкусные, и у вас будет шикарное блюдо, чтобы накормить всю семью. Так что готовьте и получайте удовольствие от результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова